Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка медвежьего угла Елена Горчакова. Я сейчас болею гриппом, поэтому показываться не буду. Вместо этого в течение всей моей речи и небольшой полезной лекции для вас будете смотреть на нашу прекрасную сибирскую природу. На то, какая красота нас окружает. Хотя и до дожди стало прохладно. Но я заболела не из-за этого. Я съездила в город, в чем очень-очень сильно раскаиваюсь на самом деле. Представляете себе? Одна поездка в город на один день и все, привезла страшнейший грипп. Слава Богу, ни коронавирус никакой, но уже вот вторую неделю температура, кашель, насморк и все дела. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам о народных средствах, которые помогают лечить симптомы гриппа, а также его причину, саму вот эту вирусную атаку. Ну и скажу несколько слов о том, как грипп предотвратить, чтобы вы не оказались на моем месте. Итак, первый рецепт для профилактики гриппа такой. Возьмите два лимона, удалите из них косточки, а затем натрите их на терке. Измельчите две головки чеснока. Полученную из чеснока кашицу перемешайте с лимонами. Залейте одним литром кипяченой воды. Настаивайте три дня в темном месте при комнатной температуре. Настой процедите, поместите в холодильник и принимайте по одной столовой ложке за 20 минут до еды один раз в день. Такую профилактику нужно проводить с ранней осени до поздней весны. Второй рецепт для профилактики, который применяется при первых проявлениях гриппа. Например, заложила нос, начинается насморк, началась головная боль в области лба или вы контактили с больными людьми и боитесь, что вы заразились. Принимайте каждые 2-3 часа одну столовую ложку лукового сока. Если речь идет о детях, луковый сок может оказаться слишком острым, то для ребенка луковый сок можно смешать с медом в соотношении 1 к 1. Третий рецепт для профилактики гриппа такой. В период эпидемии нужно съедать перед завтраком, за 30 минут до завтрака, небольшой зубчик чеснока. Есть чеснок в капсулах, если вам не нравится запах, то есть можно им заменить. Препараты чеснока можно приобретать в аптеках, даже в супермаркетах бывают, и пользоваться ими согласно инструкциями. Самое главное, чтобы этот мощный природный иммуностимулятор и антибиотик попал в ваш организм до того, как вы выйдете на улицу и будете контактировать с больными людьми. Теперь поговорим о том, что же делать, если иммунитет не выдержал и вы все-таки гриппом заболели. Первое средство. Цветки липые 5 грамм, листья мяты перечные 10 грамм, трава зверобоя продырявленного 5 грамм, корень валерьяна лекарственной 5 грамм. Этот сбор залить 200 миллилитрами холодной воды, довести до кипения и настаивать час. Принимать отвар горячим по одному стакану, один-два раза в день и дополнительно перед сном. Второй рецепт, второй сбор. Цветки ромашки аптечные, 2 чайные ложки, мед натуральный, 1 чайная ложка, молоко коровье 1 стакан, молоко с цветками ромашки прокипятить, процедить, добавить мед. Принимать в горячем виде 2-3 раза в день. Хочу сказать, что это очень вкусное средство, очень полезное. Следующее средство. Листья шалфея лекарственного, цветки ромашки аптечные, кора и лыбелый. Все взять по 10 грамм. А также добавить 3 грамма цветков календулы лекарствами. 2,5 столовые ложки такого сбора. Заливаете половиной литра кипятка в термосе, настаиваете от 8 до 10 часов и принимаете в теплом виде с медом или малиновым вареньем. По полстакана 3-4 раза в день или в виде аэрозонных ингаляций при сухости и першении в горле. Следующий рецепт. Цветки душицы обыкновенной, цветки бессмертника песчаного взять по 3 грамма, цветки ромашки аптечной 10 грамм, цветки липы сердцевидной 5 грамм. Приготовить сбор точно так же, как в предыдущем рецепте. Следующий рецепт. Листья малины лесной, листья брусники обыкновенной взять по 15 грамм, добавить череду трехраздельную и зверобой продырявыми по 5 грамм. Приготовление и применение такое же точно, как в предыдущем рецепте. Ничего необыкновенного. Еще один важный рецепт. Нужно давать больному обильное питье, но не горячее. Жидкие кисели, разбавленные соки, морсы, особенно клюквенный и брусничный морс. На ночь давать чай с малиной и липой. Чай из мать и мачехи. Ромашковый чай, тогда одна чайная ложка сухих цветков ромашки заваривается на стакан кипятка. И последний рецепт. Это чайный напиток, но скорее я бы сказала, что детям такое не нужно давать, но мужчинам может помогать радикально. Чайный напиток готовится так. Берется одна столовая ложка меда, одна столовая ложка малинового варенья и одна столовая ложка водки. Все это добавляется в теплый чай, 200 мл такой, который человек любит пить. Эту смесь пьют по третьей стакана три раза в день или только на ночь по полстакана. Помните, что детям это давать нельзя. Для детей есть более мягкие средства. Ну все, дорогие друзья, на этом с этими рецептами я заканчиваю. Надеюсь, вам поможет не заболеть гриппом, а если заболеете, то как можно скорее стать здоровыми. Всего доброго, мои дорогие. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok